Всем привет! Это Пётр Сухов и программа «Полюби меня, Родина!» Ну вот, всем привет! Давно не виделись. Сегодня очень много интересного в моей главе сопралось. И первое, чем я хочу с вами поделиться, это тем, что наконец-то мне нашлись ответы относительно поведения современных жителей нашей страны и планеты. Вот у нас ведь как получается в современном летоисчислении, в современном понимании существующих дней? Ну, то есть люди как бы сами по себе, социум сам по себе, что-то остальное ещё самостийное. А на самом деле, конечно, вот этот вот знак у меня на кольце – это квадрат сварга. И если вы на него обратите внимательно, то здесь в нём всё приобретено, всё связано. Именно поэтому нельзя отделять существующую реальность от существующих жителей, людей, человеков. Если кто-то вам категорично заявляет, что если вы не станете взрослым, вы ничего не постигнете, знайте точно, это коммерсанты. Это как в объявлении насчёт отдыха в деревне. Если вас приглашают в деревню отдохнуть, знайте точно, это аферистов. В деревне отдыхать некогда. В деревне нужно постоянно что-то делать. Выращивать, выращивать, косить, сажать, сеять, собирать урожай, кормить животных, следить за чистотой. Ну, то есть отдых в деревне – понятие такое, может быть, с точки зрения активного отдыха. Так вот и здесь, в житии нашем, с точки зрения есть, который означает по образу своему бытие. Бытие, как мы понимаем, это всё-таки Богом данная реальность. То есть творцом сотворённое сущие. Значит, оно и не может быть плохим, поскольку этот же творец создал. А где находится это бытие? Бытие находится в рамках несущего, то есть несознанного творцом. И суть-то, в общем-то, в буквице есть при образовании, и можно сказать, даже эволюция несущего в сущее. Под несущим мы понимаем то, что создано самостейно, плохими мыслями, отрицательными энергиями, низкочастотными энергиями. И вот это всё, значит, находится, как я понимаю, вокруг творца и вокруг нас. И, соответственно, творец своим действием, своим светом несущее превращает, преображает в сущее. Ну, преображение лежит в основе всех концепций, даже религиозных. Потому что преображение, есть понятие такое, преображение Господнее, преображение отрицательной энергии в положительную. В моём понимании, как потомственного целителя, преображение болезни, преображение в здоровое состояние, это как раз единственный и правильный метод исцеления. Так и с пространством существует в эзотерике такое понятие сакрализация пространства или запрос на материализацию. Так вот, запрос на материализацию – это не что иное, как преображение существующего в нечто другое. Потому что мы запрашиваем определённые какие-то вещи или какие-то ситуации, или какие-то события. Соответственно, оно осуществляется, этот запрос на материализацию, этот процесс осуществляется при участии всех обитателей мира прави, богов, божих странников, ну и так далее. Так вот, сегодня утром я окончательно убедился в том, что то, что называли пандемией ковида, это, конечно, всё такие мелкопакостные провокации существующих правящих элит. Вот, кто как они там себя именуют, мы их называем некой, или там они, или как угодно. Потому что говорить о их названии – это лишний раз их пиарить. И потом, ведь, сторонников отрицания в сторону теории заговора есть очень много. Я сейчас говорю о том, что я чувствую, что я понимаю. И поэтому, конечно, сегодня стало мне понятно окончательно, что наше современное общество, или, как называют его, некий социум, Оно всё насквозь поражено технократическими ценностями, социальными ценностями, существующими вредными привычками, питьём отравы, курением отравы, ну и так далее. Образ жизни, когда любовь, которая является кратчайшим путём к Богу, любовью называют сексуальным отношением. Вы занимались любовью? Нет. Секс – это ещё не любовь. Секс ради удовольствия – это вообще не любовь. Секс – это очень ответственная часть жизни человечества, потому что благодаря сексуальным отношениям, состояниям любви, происходят сагральные вещи, рождаются дети, которые потом должны стать человеком. А когда всё это дело пускается, с одной стороны, в современном летоисчислении, с одной стороны, это направляется в сферу услуг и удовольствия, а с другой стороны, так называемые эко-роды, когда искусственное оплодотворение, когда, как в нашей традиции, оплодотворение всегда осуществлялось путём соития между любящими мужем и женой. И мы всегда считали, что это эко. Отношения. А, оказывается, есть другое эко. Эко-роды. Существует эко-зачатие. Оно, правда, не всегда удачно проходит. Но в любом случае, вот этот процесс сакрально пустили в сторону коммерциализации. То есть за деньги те могут сделать оплодотворение. Вот. Ну, и третье, конечно, это отношение между человеками в состоянии любви, когда всё происходит по сценарии Творца. Так или иначе, говоря о влиянии, нездоровое, скажем так, влияние существующей системы управления людьми, господства технократической цивилизации. Я для себя открыл, что мы настолько заражены вот этими технократическими цивилистиками, англосаксонскими ценностями. Мы настолько уверовали в господство денег, в господство лжи. Вы смотрите, политика. Слушаешь вот Вести ФМ, к примеру, и там говорится, ну, в политике друзей нет. Интересно. А кто же в политике? А в политике дружат обязательно против кого-то. То есть нет дружбы в политике, дружат против кого-то, ну, и, соответственно, врут, подставляют, ну, и так далее, весь букет. Возникает вопрос, а кому это нужно-то? Вот людям, живущим на земле, это зачем вообще? Зачем содержать эту свору, где нет правды? Вот. Но мало того, что они перечисляют, что в политике нет дружбы, что в политике дружат против кого-то всегда, что в политике такой, значит, дозирный цинизм или, там, повальный цинизм, они же еще и говорят, ну, это нормально. А что значит нормально-то? Для кого это нормально? Политика – это для кого сегодня нормально? Для чего она вообще нужна с точки зрения существующего социума? И сколько людей или жителей задействованы в этих ненормальных, на мой взгляд, процессах? Получается очень даже много. Потому что, по большому счету, если взять количество священников, которые, ну, в какой-то степени занимаются духовной политикой, так скажем, и немножко коммерцией с собиранием денег, то их порядка 800 тысяч. Я думаю, что политиков не меньше. Соответственно, кто-то их должен охранять, и тех, и других. Их, соответственно, в два раза больше, их там около, там, вот сейчас, говорят, армия уже 2 миллиона. То есть, получается, уже с кряду вместе с Росгвардией 4 миллиона людей или жителей, которые вовлечены вот в этот процесс технократических англосаксонских ценностей, они ничего не производят, они ничего не делают для того, чтобы кто-то жил сытый или был здоровым. Но всех их надо задержать. Соответственно, кому такая модель нужна? Кому она выгодна? Я почему об этом опять? У нас же война идет, специальная военная операция. Вот. И мною уважаемый Никита Сергеевич Михалков в присутствии президента сказал, а что мы скажем тем, кто придут с победой? Ради чего они воевали? Ради политиков, у которых нет правды, честности, у которых все на лжи. Ради священников? Ради кого? Вот посмотрите, я недавно столкнулся с публикацией. Давайте вместе посмотрим публикации на официальной странице Никита Михалкова про пророчество христианского священника. Давайте посмотрим. Вконтакте Никита Михалкова. Такой он супермен. Вообще очень классный дядька и семья очень мощная. Гимн за какой отец у него написал. Так вот, Никита Михалков публикует на своей странице пост, в котором пишется следующее. Произойдет то, чего никто не ожидает. Какое главное предсказание про Россию сделал Феофан Полтавский, священник? Вот его внешний вид. Немножко он похож на митрополита Тихона. Чуть-чуть. Что-то есть у них вообще. Произойдет то, чего никто не ожидает. В свое время Феофан Полтавский был очень известной личностью, несмотря на то, что сейчас о нем никто и не знает. Он был духовником Николая Второго. Поэтому, наверное, и похож на то, что Тихон вроде как духовник Путина. Его даже называли совестью царя. При жизни, ну, может быть, здесь была совесть у царя, а там-то точно нет. При жизни сотворил немало чудес и оставил после себя для всех несколько весомых предсказаний. Ну, о самом Феофане прочитайте сами. Я вам сделаю ссылку в видео. Вот, когда он родился, где, чего и как. Вот. Что святой предрек Россию? Подлинное предсказание сохранилось до наших дней благодаря Елене Юрьевне Концевич, которая записывала слова этого и многих других батюшек. Вот что Феофан предсказал России. И зайдет то, чего не ожидает никто. Страна воскреснет из мертвых, и мир, весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но того православия, что было прежде, не будет. Вот что имел в виду этот старец? О православии, которое было до христианства? Или о православии, которое будет уже после христианства? Когда вот... Что вот он имел в виду? Наверное, все-таки, когда, если он был с совестью Николая II, он имел в виду то, что будет после Николая. То есть, ну, православная церковь стала православной намного позже. Так-то она была греческо-артаксальная церковь. Христианская православие-то разве до 1917 года существовала в том виде, о котором вот сейчас имеют в виду христиане? Вопрос интересный. И я, надо сказать, нашел еще одну статью. Чем отличается православие от христианства? Я тоже сделаю ссылочку. Вот христианство, в настоящий момент одна из самых сохраненных религий на планете, свой расцвет получила примерно в 16 веке. Именно к этому времени, пройдя немало реформ, одна религия приобрела очертания, которые имеет по сей день. Появилась данная религия примерно в первом тысячелетии нашей эры. И по сути является одной видоизмененной формой иудаизм. Ну вот, тоже есть такое мнение. По крайней мере, ну мы же знаем, откуда пришел Ветхий Завет, Новый Завет, и откуда, и вообще где эта вся история происходила. По крайней мере, об этом нам говорят археологические находки и сравнение текстов Библии и Тора. Это делали многие, кстати сказать. Многие пострадали за это сравнение. Христиане позиционируют себя рабами некого высшего существа, причем как при жизни, так и после кончины. А что же православие? А православие было общепринятым верованием на Руси вплоть до 17 века. По моим предположениям, вплоть до 1917 года, до революции у нас было православие. Но здесь, вот говорят, до 17 века основой вероучения было и есть почитание памяти предков и прославление праве, пантеона светлых богов. Православие. После укоренения христианства было практически полностью искрено путем уничтожения литературы физическое устранение волхвов. Православные позиционируют себя как дети своих богов при жизни и как равные после кончины, если верить ведам, которые, кстати, почему-то запретили. Если бы там действительно было что-то такое, вот как я понимаю, ну, не имеющее значения, только бы их, конечно, не запрещали. Вот. Когда и как появилась РПЦ, вот здесь есть точные данные с портретами. Русская православная церковь появилась в 1943 году по личному распоряжению Сталина. была создана на базе НКВД, несла функцию поднятия морального духа как солдат, так населения в период Великой Отечественной войны. Так как сотрудники НКВД были в массе свои атеисты, то и название было выбрано абсурдное. Видимо, впоследствии оно не менялось по той же причине. Другого про объявление лично я найти не могу, и речь идет именно об РПЦ, а не о религии в целом. В дореволюционной России данный церковь называла русская христианская ортодоксальная, так как именно ортодоксы занимались переводом Библии с латинского языка на русский и популяризацией данной религии. Ну, вот это в посте, когда на Руси появилось христианство. Если мы вернемся к нашему рассуждению, то получается, что на сегодняшний день пророчество батюшки, о котором мы вначале начали говорить, оно-то как раз говорит о том, что православие будет не таким, как прежде, то есть до него. Но после него оно будет другим. Может, он имел в виду вот это вот, КВДшная организация? Надо думать. Вот что имел в виду этот батюшка? Каким должно стать православие и когда самое, что интересно. С точки зрения поста Никиты Михалкова, православие изменится после, я так понимаю, специальной военной операции. Он станет другим. С точки зрения Феофана, который жил при Николае II, он, скорее всего, имел в виду, что после Николая II православие изменится, то есть после 1917 года, тогда значит, что он знал о готовящейся революции или о чем-то наподобие, о чем-то наподобие. Скорее всего, смотрел он намного дальше, и я так вот понимаю, а вы сами рассудите и меня, и себя, и всю эту информацию, что, конечно, речь шла о изменении православия, которое не будет прежним. В наших умах, вот сегодня живущих, мы видим, что это слово и это название входит, как вы видели, по аббреватуре РПЦ, то есть Русская православная церковь модели 1943 года по указу Сталина на базе НКВД. Но, конечно, это уже как бы и христианам-то не нужно, я так думаю, а уж православам-то тем более. Поэтому, на мой взгляд, все-таки происходит изменение православия в сторону ведических ценностей, в сторону памяти предков, памяти богов, уважения к природе, уважения к нашей жизни, в сторону отрицания лжи, как таковой, потому что всегда это у нас был самый страшный грех, вранье. Я думаю, что должна после специальной военной операции умереть политика, как таковая, потому что от нее пользы никакой нету, то есть, грубо говоря, она нужна тем, кто манипулирует сознанием целых территорий. Да, вот поиграйте в политику, вот поиграйте в экономику, поиграйте в войнушку или там что-то еще. Хотите выпить? Пожалуйста. Хотите покурить? Да сколько угодно. Хотите заняться блудом? Да пожалуйста. А уж это как бы не имеет никакого отношения ни к православии, даже, по-моему, к христианству как таковому, потому что блуд все-таки христианской религии осуждается. Поэтому сегодня, я так понимаю, что происходит некое прозрение элит, которые уже поняли, что и англосаксонская модель, и модель технократической цивилизации, и, собственно говоря, христианская модель мироустройства, они тупиковые. Сколько не кайся, а политика набирает свои обороты. Сколько не плати женщинам за роды, все упирается в эко, потому что сегодня все сложнее и сложнее, и естественным путем беременеть. И вообще, то есть, понятие мужчины сегодня стирается, как вид. Обратите внимание, успевает маму, а про отцов и слова нет. Про отцов и про мужчин вспомнили, когда нужно пойти на специальную военную операцию. А так-то до этого 8 марта, их самый главный праздник в стране, а Международный день женщины. А Международного дня мужчины как не было и нет. Более того, начиная с 1918 года и в русском языке, как в таковом, с точки зрения Матрицы, убрано 16 философем, и, соответственно, нарушен баланс между мужчиной и женщиной. И в написании, и в образе жизни, и, соответственно, в быту. Ну, конфликт вот этих вещей, он происходит на уровне не только, значит, разговоров и пониманий, но и на уровне житейских вибраций. А если принять во внимание то, что всё-таки сегодняшний мир и человечество полностью парализовано технократической цивилизацией, её ценностями, псевдоценностями, скажем так, англосаксонской модели управления, то получается, что, в общем-то, со самое короткое время мы переживаем как минимум четыре, вот для России как минимум четыре исторических тупика, заканчивающихся войной, откровенным братоубийством и миллионы, и сотни миллионов смертей. То есть возникает вопрос, а зачем нам такое устройство жизни, которое приводит к войне, которое приводит к столкновению, к конфликтам? Кому это выгодно? Ну, ясный пень, что нам-то с вами не выгодно. Это выгодно тем, кто манипулирует территориями, кто захватил так называемое право считать себя хозяевами мира всего. Но, смею напомнить, что любое вмешательство в природу, несанкционированное или наглое, или, скажем, волюнтуристическое, оно всегда заканчивается тупиком, крахом. И то, что там, скажем, сильные мира всего, ну, там, ласты склеют, ну, бог бы с ними, они же за собой миллионы забирают. Вот они насобирали с нас налогов, настроили себе армии, смертоносных оружий, что они за свои деньги это делали? За наши с вами, за наши с вами. А теперь они нам рассказывают, как это страшная ядерная война. Так сколько раз наше человечество уже раз это, что называется, испытывало на своем горбу? Нам просто не дают вспомнить. А так вот, если уж напрячь мозги, то получается последний ядерный зима, 1816 год, когда в Европе все замерзло и не было никаких урожаев. Это после войны 1812 года был зачищен центр ведической культуры, который находился в Монголии. И, соответственно, сюда, в сторону Горного Алтая, одна волна пошла, а другая волна уничтожения пошла в сторону Тибета. Именно потому там и лысые территории, и ничего не растет много лет. А вот чем дальше от этого эпицентра, от Монголии, тем лучше растительность. И она, кстати сказать, восстанавливается постепенно. А природа, видимо, все может перетерпеть. Так вот, получается, что за наши с вами денежки формируются конфликты. С помощью этих конфликтов рождаются какие-то ложные ценности, там, умереть за Родину и так далее. Но ложные ценности не с точки зрения сегодняшнего мира. Конечно, Родину надо защищать. Но ведь никто не будет спорить со мной на тот счет, что вот существующая война на территории Украины, она абсолютно постановочная. Взяли артиста Зеленского, наобещали ему, надавали на миллиард оружия. Давай борись с фашистской Россией. Ну, а почему вы решили, что она фашистская? Этим сказали, что Россия фашистская, а нам сказали, что Украина фашистская. Вот так и созрел конфликт, в результате которого реальные парни, не щадя живота своего, гибнут. И возникают целые движения, патриотические, за наших парней. Выхода, конечно, у нас другого нет, как только победить. В противном случае от России вообще ничего не останется. Но факт остается фактом, что пророчество Феофана как раз говорит о том, что вот существующие РПЦ на базе НКВД и существующая церковь, которая там на базе оставшейся Украины, которая эксплуатирует термин православия, они, скорее всего, уйдут. Уйдут за ненадобностью, потому что ни от чего нас не защитило РПЦ ни от пандемии, ни от войны. А вот если бы были живы православные ценности, ведущие ценности, то, скорее всего, все развивалось бы по-другому. Но кому принадлежит технократический мир? Ну, конечно, не нам с вами. Мы-то здесь только винтики, по их мнению. Но жизнь, наши боги, смена эпох, в любом случае, еще тогда Феофан узрел, что православие не будет более прежним, христианским, оно станет ведическим, так, как и было. Вот на этом я заканчиваю. Всех вас люблю и желаю вам скорейшего возвращения православия на свою родину исконную, и чтобы оно было ведическим, чтобы в наших семьях происходили тоже изменения, чтобы технократические ценности уходили из их голов, и пандемия под названием технократия англосаксонского мира наконец-то завершилась. может быть, и после этой специальной военной операции. Это было. Всем привет! Это Петр Сухов и программа «Полюби меня, Родина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин